МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"8 вечера в Украине". На интере подробности. Каким был этот день, расскажут наши корреспонденты. В студии Наталья Белышева. Смотрите в выпуске. Да будет газ. Кто, кому, почем и через кого. Тусовка а-ля сафари. Каска, бронежилет, пулемет. Чем пахнет Пореченков? Шершеля-дрон. Чьи беспилотники бороздят небо Франции на ДС? Коалициада. День пятый. Политический пассианс продолжают раскладывать. Кого уже разложили, а кого пока нет. Екатерина Лысенко подробнее. В Мастерском арсенале впервые депутаты будущего собираются как фракция. Фракция блока Петра Порошенко. Собрал всех президент. Дабы сверить часы, да поговорить о кадрах и коалиции. Нынешний расклад видится так. Кресла премьера уже не отделят Гройсман и Яценюк. Отдадут его скорее последнему. Взамен на плавание в одном фарватере. Багато из вас мне запропонировали высунуть от нашей фракции на посаду премьер-министра Владимира Борисовича Гройсмана. Я вважаю, что это признание надзвичайной эффективности работы Владимира Борисовича и на посаде миського главы, и на посаде вице-премьера. Но я вам запропоную, дорогие друзья, чтобы мы запропонировали на посаду премьер-министра Арсения Яценюка. И объясню, почему. Сегодня страна, как никогда, потребует единственности. Позже у Порошенко подхватывают. Это их первый компромисс. Мы сегодня сняли там определенную напряжение, которая была присутствована у наших потенциальных коллег по колесейной угодке. О самой коалиции говорят немного. Но главных игроков сейчас трое. Блок Петра Порошенко, Народный фронт и Самопомощь. На этом уровне создана рабочая группа. Батькивщину и Радикальную партию вроде тоже приглашают, но они пока в тени. Мы абсолютно открыты до демократичных сил, до объединенной коалиции, в том числе и с Блоком Юлией Томашенко, в том числе и с Радикальной партией. Сам же Гройсман, скорее всего, сядет в другое кресло спикера. Об этом не говорят, но поговоривают. Обсуждают и фамилию руководителя фракции Блока Петра Порошенко. Это Юрий Луценко. Ему в помощь Виталий Ковальчук, Николай Томенко и, возможно, Мусафана Ем. Светящиеся окна в здании парламента. Сегодня о коалиции говорили и здесь. Правда, за закрытыми дверями. По какому принципу будут назначать министров и кому какие ведомства достанутся предмет разговоров или дележа. Вопрос, кому дадут ключевые кресла. Минфин, Минэкономики, Минэнергетики и силовой блок. Первые лица Народного фронта сегодня молчат. Говорят, новые. Хай пройдут перемоги между представниками переговорных групп. Потом это будет озвучено на фракциях. Батьковщина говорит, главное без квот. Они-то вне игры дележа министерских портфелей. Мы не полягаем на персональному и в открытом голосовании за керевництво Верховной Рады, за премьер-министра Украины и склад уряду. Впрочем, теперь главные игроки разыгрывают не только должности, но и текст соглашения. Підход Яценюка и Народного фронта. Автономный уряд. Уряд практически незалежный от коалиции. И это понимает, почему? Потому что в этой коалиции у Народного фронта не будет большинства. Підход блоку Порошенко совсем другой. Уряд должен быть ответственным перед коалицией. В зависимости от коалиции абсолютной большинства в парламенте не будет. А вот большинство в коалиции будет. Может быть так, что коалиция, которая будет сформирована, после полтора своей работы она развалится. И виноват будут один одного, так же, как Ющенко и Тимошенко, виноват один одного, потом в той причине, почему пришел Янукович. Пока же кандидаты говорят, принцип квот будет только в одном – формировании структуры парламента. Комитеты делить намерены поровну. Следующий по сеанс еще только раскладывают. Екатерина Лысенко, Татьяна Авинникова, Андрей Костюк. Подробности телеканал Интер. Пробрался, пострелял, попозировал. И на одного российского уголовника стало больше. Как популярный актер превратился в террориста? И как на это реагирует профессиональное сообщество? Подробнее Данил Русаков. Он в Москве. Видео, наглядно показывающее, как именно террористы на Донбассе соблюдают перемирие, теперь топовое по количеству просмотров в интернете. Боевики так называемой Донецкой Республики. И приглашенная звезда российских сериалов. Место действия – подступы к Донецкому аэропорту, в котором уже несколько месяцев подряд украинские киборги держат оборону. Заслуженный артист России Михаил Пореченков в каске с логотипом пресса открывает огонь в сторону украинских позиций. Ну, не российских же. И он явно не в тире, как оправдывается потом. Вместе с лицидеем синхронно стреляют и террористы. Союз журналистов Москвы отреагировал на это видео стремительно. Сегодня утром там составили заявление. В нем действия Пореченкова просто размазали. По всем международным нормам корреспондент не имеет право брать в руки оружие. К тому же Пореченко в сфере СМИ – это почти лжедмитрий на троне. В Москве никто и не припомнит, с каких таких пор он успел стать представителем прессы. В одном из своих заявлений говорит «Я схватил первое попавшееся». Извини, мой дорогой, чему ты не взял там что-то другое, не одел свой берет или свой котелок? Все сообщество кинематографическое должно извиниться перед журналистами. Отправить Пореченкова под суд призывает и беглый российский бизнесмен Альфред Кох. На своей странице в Фейсбуке он разместил вот это заявление. Действия заслуженного артиста, настоящая уголовщина, незаконный переход границы, участие в составе бандформирований и далее по списку. А для российских журналистов Пореченковщина – опасный прецедент. Их жизнь поставлена под угрозу, надписам прессы теперь никто не будет верить. Впрочем, Пореченков уже в Москве для украинского правосудия недоступен. Сегодня во все раздавал интервью. Виноватым себя он, кстати, почему-то не считает. Моя цель была приехать помочь ребятам. Просто поддержать их. Чтобы они понимали, что они брошенные. Кстати, подробностям интервью актер давать отказался. Наши звонки он просто сбрасывал. По всей видимости, Пореченков не знает, что придумать, что сказать украинской аудитории. Для российской придумать несложно. Данил Русаков, Олег Неведомский. Московское бюро. Телеканал Интер. Пореченков стрелял не только по позициям сил АТО, но и по мирным жителям. Устроил сафари на горожан в Донецке на Киевском проспекте. Об этом в фейсбуке написал советник главы СБУ Маркиан Лубкиевский. Он же сообщил, что за это развлечение российский актер заплатил боевикам 50 тысяч долларов. По тысяче за человека. После такого заявления мы хотели услышать комментарий самого Лубкиевского, чтобы уточнить детали, но он на телефонные звонки не отвечает. Два украинских бойца погибли сегодня на 29-м блокпосту в районе Лисичанска. Под минометный обстрел вместе с военными попала и наша съемочная группа. Руслан Смещук с нами на связи. Руслан, расскажи о том, что произошло. Наталья, ну вот действительно, под Лисичанском сейчас очень горячо. Мы побывали на 29-м блокпосту. Это примерно в 20 километрах от Лисичанска. И в тот момент, когда мы находились на позициях, боевики начали обстрел блокпосту из минометовой артиллерии. Нам пришлось прятаться в укрытии. Вот снаряд боевиков попал в соседний блиндаж. Два бойца погибло. Еще несколько получили ранения. Очень близко. Один двухсотый, кажется, два трехсотых. Они там их раскопают сейчас. Вперед, на зеву! Вот еще хуже ситуация на 31-м блокпосту. Это сейчас передовые позиции силовиков. Вот с ночи его активно штурмуют и также ведут огонь из тяжелого вооружения. Просто подъехала машина до блокпоста, обстреляли с ПКМС, обстреляли и уехали. Что наши дали отпор, и они уехали. Вот ситуация там, на самом деле, с каждым часом становится все хуже. Попасть из-за плотного обстрела туда, вот на эти передовые позиции, мы не смогли. Но постоянно слышали звуки, активные звуки стрельбы, частые такой, знаете, стрельбы и очень частые взрывы. Вот также мы видели, как оттуда прорвалось несколько машин скорой помощи. То есть, похоже, что там точно есть раненые, возможно, и убитые. Но вот сколько их пока, неизвестно. Еще хочу добавить, что несмотря на весь тот ад, что там происходит, бойцы стараются не терять бодрости духа. Ну, оно уже таки угодно, что мы можем триматься, потому что подбиться на нашу молодежь. Мы же за день должны быть. Мы должны быть сюда потерпи. Скоро будем дома, слава богу, все до порадок. Спасибо. Ну, а закончить хочу позитивной новостью. Да, здесь тут и такие. Сегодня в Лисичанске после реконструкции открыли общеобразовательную школу. Она сильно пострадала во время боевых действий еще летом. Вот в общей сумме около 11 снарядов взорвалось возле школы. В здании отсутствовала крыша, не было ни одного целого окна. Теперь вот это все отремонтировали. Причем, вот хочу отметить, что в восстановлении школы участвовали меценаты и чиновники Черкасской области. Вот, так сказать, не бросили в беде и пришли на помощь жителям Лисичанска. Наталья. Спасибо. Руслан Смещук из зоны боевых действий на Востоке. В районе Донецкого аэропорта не утихают обстрелы. С нами на связи Вениамин Трубачев. Вень, расскажи подробнее, как сегодня прошел день. Да, Наталья. Сегодня в районе Донецкого аэропорта действительно целый день шли бои. Террористы атаковали здания терминалов и прилегающие территории. Использовали при этом минометы и грады. Серьезно обстреливали и поселок Песк. Это совсем рядом со взлетопосадочной полосой Донецкого аэропорта. Я сегодня там целый день работал и пришлось под огнем постоянно перебегать с одного укрытия в другое, потому что постоянно вокруг взрывались снаряды. И одна из мин взорвалась прямо во время нашей записи. Сейчас минометчики обстреливают территорию. Территорию возле аэропорта. В общей сложности получается пять минометов. Сейчас это просто обстрел с дальних позиций. То есть выкатили они ЗУ, обстреляли терминал, укатили ЗУ. Выкатили пару минометов, поставили между жилыми кварталами, домами. Произвели там десяток-двадцаток хлопков. Получили в ответку, укатились. Конечно, большая ответственность в обороне аэропорта и прилегающих территорий ложится на плечи украинских артиллеристов. Они обстреливают позиции боевиков. И таким образом гасят их попытки штурма. Сегодня завязался вот такой минометный бой. И военные полушутя говорят, что воюем, как во времена Второй мировой. Потому что минометы 43-го года выпуска, но, как говорят, работают все равно безотказно. Если вас не застрелят... Без преувеличения героически работают и наши врачи. Каждый день есть раненые под постоянными обстрелами. Медики ездят в аэропорт и обратно. И сегодня, к сожалению, есть среди украинских военных и один погибший. В бою был ранен боец. Я оказал ему первую медицинскую помощь и привез из аэропорта сюда. Правда, он не доехал. У военных на передовой самый, конечно, наболевший вопрос – это ротация. Некоторые из ребят уже по три месяца находятся в зоне боевых действий. И за это время ни разу не получили отпуск. И говорят, что все это психологически сложно. Причем многие признаются, что готовы после небольшого отдыха снова вернуться на передовую, на линию фронта. Также военные сетуют, что есть серьезные проблемы сейчас с обеспечением. У всех же семьи дети. Мы же не кадровые военные. Мы обычные, мобилизированные. Естественно, хочется, я же говорю, что это... И не очень-то приятно три месяца под этими обстрелами находиться. Обеспечения у нас нет никакого. Это волонтеры только ввозят. Не удерживаем, а ничего. Вот это, что на меня, например, броник, я дубов там. Шапка тоже там. Курточка тоже там. Тенденция такова, что в последние дни количество и интенсивность, самое главное, обстрелов, значительно увеличилась. И вот только за последние сутки боевики атаковали 45 раз позиции украинских войск. Наталья. Спасибо, Вениамин Трубачев, о сегодняшних атаках на Донецкие аэропорты. И еще одна моя коллега с нами на связи, это Людмила Горбач. Она находится в Мариуполе. Люда, расскажи, что сегодня в Мариуполе и под Мариуполем. Наташа, ночные обстрелы пережили украинские военные в Толоковском районе. Там же были взрывы и после обеда. Пострадавших нет, техника тоже вся целая. А утром боевики стреляли на своей территории. В огонь ввелся с выкористанием стрелецкой оружия и артиллерии в районе населенного пункта Коминтерново. Скорее всего, это были разборки между боевиками. И на позиции украинских слабовцев мины не налягали. Наши военные постоянно наблюдают за боевиками. А еще военные показали нам свою тренировочную базу. Тут стреляют регулярно. Оттачивают навыки. И не только. Больше лет мы можем проверять. Пристреливать оружие. Потому что оно периодически требует того, чтобы проводилась пристрелка оружия. А в самом Мариуполе назревал скандал. СБУ задержало мужчину. В его доме была взрывчатка и агитационные листовки с сепаратистскими призывами. Сколачивал диверсионную группу, считают правоохранители. Несмотря на доказательства, суд отпустил подозреваемого под домашний арест. На время следствия. Но СБУ его снова задержало. Сегодня в Мариуполе и нескольких других районах Донецкой области были проблемы со связью. Один из мобильных операторов вовсе не обслуживал своих абонентов весь день. Теперь связь уже кое-где есть. Наташа. Спасибо. Люда Людмила Горбач из Мариуполя была с нами на связи. Перебои с телефонной связью были практически сегодня по всей Луганской и Донецкой области. Целый день мы пытались дозвониться в оккупированные города. И только вечером нам удалось поговорить с Луганском. И вот что нам рассказали о том, как террористы принуждают людей идти на так называемые выборы 2 ноября. Сегодня с утра была связь где-то в полседьмого утра до девяти. А потом связи не было, невозможно было дозвониться. Только помогли за Киевстаром. Никакого настроения нет, потому что ни пенсии, ни зарплаты не платят. Поэтому особо настроения нет. Но все пойдут, потому что будут же выдавать эту социальную карту какую-то непонятную. И понятно, что большинство людей пойдет добровольно, принудительно. Социальная карта дает возможность получать пенсии, дает возможность бесплатного медицинского обслуживания. И в каких-то там супермаркетах, супермаркет народный, что вот какие-то там будут на крупы, на муку, на сахар, если я не ошибаюсь. Газовый не мир, но перемирие на осенне-зимний период. Договорились при посредничестве Европы. Европа вздохнула. О ценах и условиях подробнее Татьяна Лагунова. Газовые переговорщики встречались не раз и не два. То в Брюсселе, то в Берлине, то снова в Брюсселе. И вот, наконец, есть соглашение, которое уже назвали газовым миром на пять месяцев. Его условия таковы. С ноября по март Россия будет поставлять Украине топливо по фиксированной средней цене 385 долларов за тысячу кубов. Украина же обязуется оплачивать поставки наперед. Принцип «бери или плати» теперь поменяли на «плати и бери». Кроме того, до конца года Киев должен погасить задолженность перед «Газпромом» – более трех миллиардов долларов. До конца года цена будет складывать 378 долларов в США за тысячу метров кубов. В наступном году, до березня месяца, мы будем иметь цену на равні 365 долларов метров кубов. Это действительно наш вклад в том, чтобы были найдены компромиссы в целях стабилизации ситуации на Украине, в целях прохождения осенне-зимнего периода. При сильной поддержке Еврокомиссии Украина и Россия сегодня нашли промежуточное решение, которое позволит продолжить поставки газа на зиму. Когда Россия начнет поставлять топливо, сказать сложно. В «Газпроме» уже заявили, готовы сделать это через два дня. Через два дня после поступления денег из Киева. Соглашение о газовом мире оппозиционеры назвали провалом в переговорах с Россией. Считают, что власть согласилась на условия, которые Москва предлагала еще полгода назад, до прекращения поставок в Украину. А теперь поставила под угрозу отопительный сезон и энергопезопасность страны. Кроме того, новые газовые договоры, по их мнению, приведут к повышению коммунальных тарифов и росту цен на продукты. Оппозиционеры считают, что правительство разбирается в экономике не лучше, чем газонокосильщики на их госдачах. Вот такое мнение. А этот человек подписал самый дорогой газовый контракт с Россией пять лет назад, убыточный для Украины. А теперь страна должна ему миллионы за эффективность. Все законно, правда, законно. Но вот справедливо ли? Разбирался Максим Кошелев. 9 октября апелляционный суд отклонил жалобу нефтегаза на предыдущее решение суда. Так что компания должна выплатить своему бывшему руководителю Олегу Дубине почти 23 миллиона гривен, которые не выплатила еще в 2009-м. По закону все правильно. Эта сумма, 1% от прибыли нефтегаза, была прописана в его контракте. Условием моего прихода в НАК в 2007 году было подписание со мной контракта, которое было согласовано и с премьером, и с президентом. В контракте 1% от прибыли, остающейся в распоряжении комбината, ой, комбинату, НАК и нефтегаз, я должен был получить. Это возограждение за эффективное управление государственным майном. Олег Дубина утверждает, после его ухода из нефтегаза были попытки изменить налоговую декларацию на неприбыльную, чтобы не выплачивать ему уже начисленные миллионы. Сейчас через суд Дубина доказал, в 2009 году НАК нефтегаз все же имел больше 2 миллиардов прибыли. Эксперты в сфере энергетики говорят, подобные бонусы, проценты от прибыли – обычная мировая практика. Это вознаграждение выплачивается в том случае, если компания становится прибыльной. Если компания прибыли не показывает, ну как бы, извините, все зависит от эффективности, то есть эффективность работы топ-менеджеров. Правда, на Западе даже самые успешные топ-менеджеры в последние годы существенно снизили размеры своих бонусов. Сказался, мировой финансовый кризис и массовые протесты. Сократили размер таких выплат в Украине или нет – неизвестно. Неизвестно также, есть ли такой пункт в контракте нынешнего руководителя НАК нефтегаз Украины. Может, и нынешнее руководство сможет получить миллионы за эффективное управление. Однако в пресс-службе компании сегодня сослались на отсутствие руководства и ситуацию не комментировали. Попросили подождать. Мы дождемся. Максим Кошлев, Геннадий Аникиенко. Подробности телеканал Интер. День без радио. В Париже горел офис, где расположены студии крупнейших радиостанций страны. Возгорание началось в той части, где велись ремонтные работы. К счастью, никто не пострадал. И в это же время над ядерными объектами Франции замечены неизвестные беспилотники. Кто ими управляет, что снимают и с какой целью, подробнее София Гордиенко. Она в Париже. Французам, в принципе, паниковать не свойственно. Но тут странное дело. Над шестью из девяти атомных станций страны, оказывается, весь октябрь, без препятствий напланировали дроны и летательные аппараты с прикрепленными видеокамерами. А любые полеты в радиусе километра над такими стратегическими объектами запрещены. Энергокомпания ЭДФ о шпионских проделках рассказала только на днях взволновала общественность. Министр внутренних дел тут же артрапортовал о начале следствия. У нас есть возможность узнать, откуда эти дроны и нейтрализовать в будущем такие полеты. Людей, конечно же, успокаивают. Мол, дроны – это игрушки. Можно купить в магазине техники на любой вкус и цвет. Ничего опасного. Такие устройства могут переносить максимум мини-камеру. Энергетики сами их часто используют, чтобы проследить состояние проводов, особенно после непогоды, если обрывы. Но сейчас владельцы летательных аппаратов неизвестны. И у многих французов возникает вопрос – а кому и с какой целью надо было снимать АЭС? И, конечно, первыми на ум приходят террористы. Агенты исламского государства давно держат на Франции зуб из-за того, что эта страна наряду с Америкой объявила их вне закона. Но более мирная и, собственно, успокаивающая гипотеза – это гринписовцы. Представители этой организации, несмотря на все запреты и охрану, недалее как в марте смогли проникнуть на самую старую атомную станцию страны. Мы хотим показать, что атомные станции ненадежны. Неважно, какой у них уровень безопасности. Они очень опасны. Тогда активистам удалось не только пробраться на станцию, но и вывесить огромный баннер. Не исключено, что и с дронами та же история – напоминание, насколько хрупка и уязвима на самом деле наша безопасность. Но есть одно «но». Дроны летали целый месяц. И гринписовцы, если это они, никакого видео в сеть не выкладывали. Руководство АЭС все время молчало. И, скорее всего, двумя версиями тут дело не ограничивается. София Гордиенко, Василий Трушковский. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Почему европейский Львов не живет по-европейски? Кто выиграл, кто проиграл и кому что насчитали? Результаты выборов смотрите далее. Венгерский призрак Януковича. Народ вышел, налог отступил. В карантинах Хэллоуин и болотренды нынешней ночи. Психовласти под грифом «Секретно». Тайная доктрина Британии 30 лет спустя. Совсем немного менее 0,2% протоколов осталось обработать Центр избиркома. По сравнению со вчерашним днем цифры не изменились. Первым идет Народный фронт. По данным на 19 часов у партии премьера почти 22,2%. У блока Петра Порошенко 21,8% голосов. Разница всего лишь 0,3% между ними. Сама помощь набирает 11%, у оппозиционного блока 9,4%, радикальная партия 7,5% и замыкает шестерку тех, кто проходит в Раду. Всеукраинское объединение Батькивщина 5,7%. Ну и расклад по количеству занимаемых мест в парламенте такой же, как и вчера. В Раду пройдут по партийным спискам 225 депутатов. Народному фронту достанется 65 депутатских мандатов. На один меньше 64 у блока Петра Порошенко. Сама помощь сможет провести в новую Раду 32 депутата. У оппозиции будет 27 мест. Радикальная партия получит 21 кресло и Батькивщина 16. Напомню, это приблизительные данные по партийным спискам. Алена Центила с нами на связи из Центра избиркома. Алена, расскажи последние новости. Добрый вечер, Наталья. На самом деле желаемой отметки 100% сегодня не будет. Остаются те округа, которые так и не ввели свои данные в электронную систему выбора. Это 4 округа. Винницкая область, Одесская. Кстати, это округ 137, а не скандально, 140-й. И на последнем подсчет окончен. И 2 округа в Донецкой области. 59-й, где исчезла часть членов комиссии. И 49-й, Константиновка. Там пришлось заменить заместителя председателя комиссии. Поскольку все остальные члены комиссии отказывались работать с ним. Мужчина принимал участие в организации так называемого референдума 11 мая. Кроме того, сегодня сдавались и проблемные округа из Луганской области. 112-й, рубежная. Тот самый, который возглавлял список аутсайдеров. До понедельника не могли подать ни одного протокола в электронном виде. Как оказалось, 6 членов комиссии попросту саботировали работу окружкома. Они блокировали еще в первую неделю, когда приехали. Мы неделю не могли проголосовать ни одного решения. Потом они блокировали и пятницу, и субботу. Не обошлось без скандалов. И сегодня 132-й округ, Пермавайск, Николаевская область. Оказывается, 9 членов комиссии. В принципе, не были согласны с тем протоколом, который подписали. Поскольку у них были замечания и претензии. Об этом объявили председателю комиссии. Но та этого сделала вид, что не услышала. И документы, соответствующие, в пакет не положила. Как это было, рассказывают глава комиссии и ее заместитель. Вы бы не побачили все эти зауважения, которые у меня от 9 членов комиссии. Потому что нас и не хотели брать сюда. Вышли, сели в машину, упаковались и уже отъезжали. И я уже с протоколами бег за комиссией. И это результат. Когда милиция окружила машину и не пускала туда ни меня, ни членов комиссии, которые приехали. Во всех таких скандальных случаях обязательно будут разбираться правоохранительные органы. Об этом заявляют в Центр избиркоме. Ну и все жалобы обязательно рассмотрят. На данный момент рассмотрели за сегодняшний день 47 протоколов с мокрыми печатями. А для того, чтобы рассмотреть все 198, остаются 44 пакета оригинальных документов. Мы ждем, продолжаем следить. Наталья. Спасибо, Алена Центила о последних новостях из Центра избиркома. И снова о скандальном 132 округе. Кандидат в народные депутаты, самовыдвиженец Василий Капацина, заявляет о массовых фальсификациях при подсчете голосов и требует их пересчета. На данный момент разница между ним и его конкурентом Аркадием Карнацким, который идет от блока Петра Порошенко, составляет всего 272 голоса. Заявления о нарушениях переданы в Центральную избирательную комиссию. Я получил десятки заявлений от членов избирательных участков о том, что под угрозой того, что просто пожгут дома, когда со стопки голосов за меня, за Капацину, переставлялись стопки других кандидатов. Этих людей свезли в Николаев окружный суд и предупредили под угрозой физической расправы, чтобы они отказались от своих показаний. Окружная комиссия 59-го мажоритарного округа в Донецкой области прекратила свою работу в Великой Новоселке. Члены избиркома сообщили о том, что ночью в помещение окружкома вошли вооруженные люди, забрали протоколы, оргтехнику и вывезли в неизвестном направлении. Наблюдатели от кандидата в народные депутаты, самого движенца Сергея Сашко, утверждают, что люди в камуфляже от его конкурента, кандидата Валентина Манько. И вот как это происходило. Я вам ничего показывать не буду. Вы тут никто. Вас попросим заступных. Вы тут никто. Вас попросим заступных. Вас попросим заступных. Да не важно делать, это никто. Поехали, девчата. Вот только коробки забрали, поехали. Вперед. 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 Я выхожу в последний. Последний. Конечно, надо. Да, забираем туда и компьютеры. Люди, вывозившие документы, утверждали, что переводят окружную комиссию в Киев, а бюллетени везут на пересчет. Где они находятся сейчас неизвестно. Сам Сашко уже подал заявление в МВД и Службу безопасности Украины. Не утихают страсти в 38-й окружной комиссии в Новомосковске, это Днепропетровская область. По результатам голосования там победил самовыдвиженец Вадим Нестеренко. Он набрал более 30% голосов. Оппоненты пытались доказать фальсификации, но безрезультатно. И в среду комиссия благополучно передала все протоколы в ЦИК. Но сегодня в окружком нагрянула прокуратура с проверкой искать нарушения. Как выяснилось, иск в суд подал один из членов комиссии. В чем претензии до конца неясно, 6 часов следователи проверяли всю избирательную документацию. Оппозиционный блок обратился к президенту, правоохранительным органам, иностранным послам с просьбой остановить беспредел, который творится в Днепропетровской области, обеспечить защиту воли изъявления граждан и прекратить фальсификации. Такое заявление опубликовано на сайте блока. 138-й округ избавился от судебных разбирательств. Одесский окружной админсуд посчитал неубедительными доводы и отклонил все иски проигравших кандидатов Игоря Учителя и Елены Золотаревой. По итогам подсчета 100% бюллетеней победу в 138-м одержал самовыдвиженец Иван Фурсин. Ну и закончилась эпопея на 140-м округе в Донецкой области. Самовыдвиженец Василий Гуляев победил, о чем свидетельствуют данные Центр избиркома. Обработаны 100% протоколов. С этого округа до виду жваний нардепом не быть. Красивый европейский львов. На что похожи его пригороды, за что воюют его жители и на что власти годами закрывают глаза. Подробнее Андрей Кровец. Уже который год, как на пороховой бочке. До 150 мусоровозов в сутки, 7 дней в неделю. Грибовическая свалка, Мерский бич для жителей соседних сел. Они уже третий год судятся с властями Львова. Требуют закрыть гигантский мусорник или культивировать его. Химикаты попадают в грунтовые воды, потом в колодцы. По словам депутата Малыховского сельсовета, анализ воды проводили во Львовском политехническом. Там нашли почти всю таблицу Менделеева. В соседних селах огромное количество заболеваний почек, сердца, онкологических. Уже четыре раза местные перекрывали дорогу. Чиновники садового приезжают, уговаривают подождать. Бицинки-цяцинки, еще на месяц, еще на пиво, еще на год. И так оно уже тревает больше 10 лет. За последние несколько лет десятки инвесторов из-за границы предлагали построить Львову мусороперерабатывающий завод. Рассматривался даже суперсовременный, с плазменной переработкой, с объемом инвестиций в 300 миллионов евро. Однако ни один проект не прошел. То по мусорным тарифам с местной властью не сойдутся, то проект просто тормозится. По неизвестным причинам. От Львова до этой свалки 7 километров. Привез и вывалил. Власть видит и знает. Это большие деньги. И не видеть это стоит дорого. Малых овцы дали мэрии месяц. Потом снова будут перекрывать дорогу. Андрей Кровец, Константин Григорьев. Подробности. Телеканал Интер. Венгерский Янукович. Венгерский Майдан на фоне Дуная. Что происходит в Будапеште? Против чего и кого выступают венгры? И что стало последней каплей их терпения? Все подробности у Кирилла Евсеева. Атмосфера в Будапеште на этой неделе сильно напоминает Киев конца 2013-го. Венгры поднялись против своего Орбана Януковича. Лозунги, митинги, те же светящиеся экраны мобилок в темноте. На фоне моста через Дунай. Но тут люди уже одержали первую победу. Налог на интернет в этом году вводить не будут. Премьер пошел на попятную. А если люди не только не любят что-то, но и считают необоснованным, то делать это не следует. Налоговый кодекс необходимо изменить. Налог на интернет трафик нужно убрать. И мы не должны сейчас поднимать этот вопрос. Кстати, именно налоговые чиновники несколько дней назад оказались невъездными в Соединенные Штаты. И радикальная смена курса премьеры стала сюрпризом даже для членов его правительства. Орбан не на шутку испугался. К зданию офиса правящей партии Фидес на этой неделе несколько раз приходили десятки тысяч человек. Никакой организации венграм не понадобилось. Пост в Фейсбуке активиста с призывом выйти на площадь собрал более 200 тысяч лайков. Орбан их, похоже, достал. Геть Виктора, кричали люди. Считают налог на интернет угрозой свободного доступа к информации. Но не только это раздражает. Коррупция, подавление оппозиций, заигрывание с Путиным, полумертвая экономика дали повод венграм назвать своего Виктора Януковичем. Вместо того, чтобы заняться снижением налогов и защитой прав людей, то есть обычными для европейских правых делами, Орбан начал выстраивать авторитарную страну. По примеру, Россия. Венгры возмутились и хотят отправить в Москву. К украинскому Виктору, его венгерского клона. Успокоит ли людей уступка премьера, станет понятно уже на этих выходных. Кирилл Ивсеев, Павел Исенко, Центральное европейское бюро, телеканал Интер. Нарушенная психика – дорога к власти в Великобритании. Почему психопатов собирались поставить у руля и какие разумные аргументы для этого нашлись? Светлана Чернецкая из Лондона. Эти сенсационные документы более 30 лет были под грифом «Топ-сикрет». Но сегодня, благодаря Национальному архиву Великобритании, стали достоянием общественности. Речь об операции Министерства внутренних дел страны в 1982-м. Ведомство отрабатывало варианты жизни после ядерной атаки. Так вот, один из них заключался в передаче власти психически больным людям. Автором такой во всех смыслах безумной идеи была научная сотрудница МВД Джейн Хог. И аргументировала она свои предложения так, мол, психопаты исключительно хорошо проявляют себя в кризисных ситуациях, действуют умно и последовательно, а кроме всего прочего, не испытывают чувства к другим и не ограничены моральным кодексом. Правда, 30 лет назад ее начальство усомнилось во вменяемости идеи с привлечением душевнобольных к управлению постапокалиптической страной. В любом случае, посмотреть на это предложение в действии не пришлось. Армагеддон так и не наступил. Кстати, эта мысль хорошо развита во многих постапокалиптических фильмах, где именно психи руководят выжившими. Светлана Чернецкая и Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Рэмбо за решеткой. Хэллоуин празднуют не все. Топлес с верхом на лошади. И во сколько пойдется руссотуристам мордобой в самолете. Об этом и не только в нашем обзоре. Выпил, поскандалил, помахал кулаками. Рейс вьетнамских авиалиний пострадал от буйного российского туриста, который, приняв на грудь, стал дебоширить. Ударил стюардессу, затем приложил соседа. Нарушителя порядка скрутили и уложили спать в хвостовом отсеке лайнера. А позже, оштрафовав на 200 долларов, с миром впустили во Вьетнам. Сильнейший человек планеты в детстве был слишком слаб, чтобы защитить себя. Майка Тайсона в 7 лет изнасиловал неизвестный старик. Об этом чемпион-супертяж признался в скандальном интервью. Сказал, что мужчина просто встретил его на улице, утащил и надругался. Особых переживаний по этому поводу у маленького Тайсона не было. Что не помешало ему в будущем насиловать женщин и отбывать срок за это в тюрьме. Американская телеведущая сняла пародию на известное фото президента России. Верхом на лошади с голым торсом. Вот он, настоящий секс-символ. Челси Хендлер тоже не промах и верхом, и в камуфляже, и грудь. Снимок, правда, тут же удалила администрация Инстаграма. По правилам, демонстрация дамских прелестей в соцсетях запрещена. Зато возмущаться и по поводу фото, и по поводу Путина Хендлер разрешили. Никаких злобных клоунов на Хэллоуин. Швейцария официально запретила этот вид карнавальных костюмов. Все из-за банды клоунов-грабителей, орудующей в соседней Франции. Рецидивисты в страшных масках средь бела дня нападали на людей. Невеселый Хэллоуин, похоже, ждет и пользователей пекинской подземки. Всем, кто ездит в столичном метро, запретили наряжаться. В целях безопасности в преддверии саммита ОТЭС. Охота от первого лица. Сеть будоражит видео, снятое львом во время охоты. На спине львицы закрепили портативную камеру, и она отправилась добывать еду. Уникальные кадры запечатлели, как хищница загрызла кабана и полакомилась его мясом. Все это время был рядом человек. Известный зоолог и журналист Кевин Ричардсон. На него опасный зверь не обращал внимания и даже позволял себя гладить. Рэмбо за решеткой. В США поймали одного из самых опасных преступников, который два месяца прятался в лесах. Эрик Фрейн прекрасно владеет навыками выживания и с оружием на «ты». Фрейн спланировал несколько нападений на полицейские блокпосты. Убил одного стража порядка, еще одного тяжело ранил. Мотивы неизвестны. В прессе вовсю обсуждают то, что Фрейн просто воплотил в жизнь сценарий боевика «Рэмбо». Первая кровь. Эбола, банан, игрок американского футбола. Вроде бы ничего общего, но американцы знают, как соединить несоединимое. Особенно сегодня. О чем речь, расскажет Дмитрий Еловский. Он в Вашингтоне и ему видней. Американцы денег на Хэллоуин совершенно не жалеют. Главное – перещеголять своего соседа. В ход идет все. Вот, например, искусственная паутина. Есть пауки, используют даже муляжи, костей и разных черепов. В общем, раньше это был такой детский праздник. Сейчас это прекрасный шанс для взрослых подурачиться и попугать друг друга. Иными словами, в англоязычных странах Хэллоуин – это что-то вроде такого венецианского карнавала. Довольно сильно тратится и на угощения для соседских детей, которые ходят по домам со словами «угощайте» или «напугаем». Кстати, только на конфеты под Хэллоуин американцы тратят 2,5 миллиарда долларов. Ну, при том, главная тема этого праздника каждый год меняется. Зависит от новостей, социальных сетей и жизни знаменитостей. Например, в этом году настоящий хит «Эбола». В Техасе Джеймс Полк над декором своего дома работал несколько дней. И получилось. Напугал не только соседей, но и всю Америку напугал. Дом, оклеенные лентой с надписью «Карантин», мешки для биологически опасных отходов, заклеенные окна. Вот что действительно страшно, учитывая отношение к этой болезни в Америке. Ну и настоящий хит-продаж – это костюм борца с Эболой. Говорят, их раскупили чуть ли не в первый день. Для тех, кто не догоняет, есть специальный значок – слово «Эбола» и знак «Запрета». Уже есть и карта всех штатов Америки с самыми востребованными в Гугле костюмами нечисти. Ну, тут, правда, на первом месте почему-то банан. Далее идут супергерои всех рангов и мастей. Ну и варианты для ленивых – костюм болельщицы или черлидерши, и костюм игрока в американский футбол. А все эти активно обсуждают, можно ли на Хэллоуин мазаться гуталином, ну, когда очень хочется быть в образе какого-то афроамериканца. Если коротко, то ответ – нет, нельзя. Праздник праздником, но политкорректности никто не отменял. Основные торжества пройдут, конечно, сегодня ночью, но город уже живет в атмосфере ожидания многочисленных вечеринок. Тут обожают пугать и пугаться. Но от чего испугался Обама и кого он сам напугал, узнаем уже завтра. Дмитрий Ловский, Никита Исайко. Подробности. Американское бюро телеканала «Интер». И у нас в «Черном зеркале» вполне вероятно состоится политический Хэллоуин. Ток-шоу стартует практически сразу после выпуска подробностей. С нами на связи сейчас Евгений Киселев. Евгений, вы меня слышите? Добрый вечер. Да, добрый вечер. Слышу, конечно. Ну как, сегодня у вас Хэллоуином пахнет? Ну, вполне возможно. Хотя у нас программа обещает быть достаточно серьезной. Ну, я думаю, что, конечно же, мы не обойдемся без разговора об итогах выборов и о том, как идет процесс, как мы понимаем, сложный процесс формирования будущей коалиции нового правительства. И, кроме того, говорить мы будем о других выборах. О тех выборах, которые назначены лидерами ЛНР и ДНР на 2 ноября и о том, что эти выборы, простите, нелегитимны, уже заявляют руководители многих правительств, европейских государств и представители НАТО. Вы об этом, надеюсь, говорили сегодня более подробно. Есть еще одна тема. Ситуация в районе Донецкого аэропорта. Она опять оказалась в центре внимания общественности, можно сказать, же мировой общественности, в связи с тем, что два громких скандала. С одной стороны, появление возмутившее всех российского актера Пореченкова, где он позировал перед камерами и стрелял в сторону аэропорта. А с другой стороны, громкий скандал в Москве, где за правдивый рассказ о том, что происходит в Донецком аэропорту, вынесено предупреждение радиостанции «Эхо Москвы». И виновник этого происшествия американский журналист Сергей Лойко, корреспондент газеты «Лос-Анджелес Таймс», который рассказывал, что происходит в аэропорту, будет сегодня гостем нашей студии. Спасибо за столь подробный анонс. «Черное зеркало» «Черное зеркало» в эфире сразу после подробностей. Ну, информация постоянно обновляется на нашем сайте. Подробности UA. Мы с вами в прямом эфире встретимся уже завтра. Хорошего вам вечера, доброй ночи и до встречи на эфире. Редактор субтитров А.Семкин